Из третьей песни Шримад Бхагаватам, 25 глава, текст 15-й. Четах кал ася бандхая муктайе чат маноматам гунишу сактам бандхая раттам вапумси муктайе. Прочитаю перевод текста. Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя гунами материальной природы, называют обусловленным. Но когда сознание живого существа, средоточено на верховной личности Бога, оно становится освобожденным. Сознание Кришны отличается от сознания Майи. Гунишу или сознание Майи характеризуется привязанностью к трем гунам материальной природы, под влиянием которых живое существо действует иногда в благости и знании, иногда в страсти, иногда в невежестве. Эти качественные различные виды деятельности, в основе которых лежит стремление к материальным удовольствиям, являются причиной обусловленной жизни. Когда же сознание живого существа, чета, обращается к верховной личности Бога, к Кришне, то есть когда живое существо обретает сознание Кришны, оно вступает на путь, ведущий к освобождению. В соответствии с этим мы на пути к освобождению находимся. Цель очень высокая. И там в высшее освобождение есть отношение с Богом. Высшее освобождение так же, как есть, например, заключенные и их цель освобождения. Но высшее освобождение – их полезная деятельность в мире, в соответствии с законами общества. И таким же образом мы пытаемся освободиться из мира страданий, где мы наказаны. Попали в океан невежества, океан материального существования – он безграничный. Теперь мы хотим освободиться из этого океана, но есть привязанность с гунном. Я бы хотел задать несколько вопросов. Какие есть виды привязанности к гунному материальному природу? Здесь говорится привязанность к гунам. Не в гунах привязанность, а к гунам. Вот я хотел бы на этом построить на сегодняшний разговор. Потому что это разные вещи. Привязанность в гунах может подразумевать, что гуны влияют на меня. Я чувствую трудность преодолеть эти гуны, они сильные, могущественные. Они описаны как непредалимая энергия гун. Это привязанность в гунах. Но здесь говорится привязанность к гунам. То есть я также могу иметь привязанность к гунам, влиять на гуны. Каким образом? Вопрос хочу рассмотреть сегодня вкратце. Можно что-то сказать, говорить коротко с места. У нас не лекция, не семинар. У нас просто общение. Я хочу рассмотреть этот вопрос. Что значит привязанность к гунам? Да, как правило, это относится к тому, что мы хотим сохранять привязанности. Какие примеры есть привязанность к гунам? Можно ли быть привязанность к плохим качествам? Расскажите, в чем причина? Вкус к плохим вещам? Как? Да, сложно меняться, это трудно. Человек не хочет меняться, он оправдывает свою лень. Так, так, вот здесь же правопад как раз говорит об этом. Сознание Майи существует, да. Что это за сознание, которое привязано нас именно к гунам сознательно? Хотя мы знаем, что эти гуны, они неблагоприятны в целом. Особенно низшие гуны неблагоприятны. И что это за сознание, которое является причиной этой привязанности? Сознание, собственно, это я сам. То есть я должен в себе найти эту причину. Есть причина в гунах, как мы сказали. Да веки я шагуна Майи, гуны могущественно влияют. Есть причина. И есть причина во мне, что я также к этим гунам привязан. Но сознание каково? Почему я привязан к этим гуну? Так. Что гуны обеспечивают мне? Во-первых, обеспечивают невежество. Это прежде всего. Скажите, в чем? Почему человек выбирает невежество? Многие люди сознательно выбирают невежество. Разве они не видели, не проповедовали? Видят, что есть знание, но они сознательно выбирают невежество. Почему? Нет, мы говорим сейчас о сознании. Привычка – это давихи я шагуна Майи, вот эта сторона. То есть привычка – это уже давление материальной природы. А мы говорим именно в человеке сознание. Почему он выбирает сознательно невежество? А что за вкус к невежеству, скажите? На самом деле сигареты, алкоголь – не такой уж большой вкус. Строго говоря, если человек к этому особенно привыкает, просто привычка – давихи я шагуна Майи. Ну а где вкус-то? Трудно сказать, что человек наслаждается таким образом. Так чем же он наслаждается? Почему выбираете? Бессмысленная, безвкусная жизнь, полная тревог, болезни, плохих отношений. А, вот оно невежество, независимость, совершенно верно. Вот она причина. Это привязанность к гуннам обеспечивает. Гунны мне дают как бы это ощущение независимости, какие бы они ни были, независимые. Поэтому они ищут счастья в борьбе, в невежестве. Потому что там область независимости, область свободы, как они понимают. От Бога, от всех этих высших энергий, законов каких-то божественных. То есть человек сам создает себе законы, сам создает общество, сам создает свою семью, выбирает своих близких, друзей, сам решает, кто святой, кто грешник, сам решает все эти вещи. Это тамос. Вот он. Это привязанность к тамосу именно. Что я именно сам устанавливаю здесь правила своей жизни. Это основа. Господство наслаждаться. Вот это слово называется привязанность к гуннам, материальным причинам. Как вы видите наставника, который имеет привычки материальные. То есть на него влияют гуны. И наставник, который привязан к какой-то гуне. Как вы опишите эти отношения? Как вы почувствуете такого наставника? Расскажите, какие впечатления у вас будут от такого наставника? Ну, скажем, у него есть какая-то дурная привычка. Привычка. Ну, черта характера. Как вы это оцените? Что вы почувствуете? Что у наставника вы обнаружили дурную привычку у старшего? Ну, ваше эмоциональное состояние. Вот сразу его. А? Нет, это привычка. Она может быстрее меняться. Вот сначала про первое поговорим наставника. У него просто есть дурные привычки. Какие-то характеры. В характере это может быть, например. Или в манере говорить или вести себя. Я говорю о эмоциональном состоянии. Не то, что все равно он наставник. Ладно уж, бог с ним. Что вы чувствуете, говорите? Нет, нет, он преданный. Почему? Он соблюдает принципы, несомненно. Гневливость может быть. Да. Гневливость. Обязательно. Гневливость чаще всего проявляется. Раздражение может проявляться у наставника. Ну, как? Что вы чувствуете в этом случае? Сострадание к этому наставнику. То есть вы с другой гуна это все, да? Вы превосходите его и смотрите сострадание на него. Он превращается в младшего такого, да? Подопечного. Берете опеку над ним. Так, непонятно, что вы чувствуете. Вы что-то скрываете. Вы что-то держите при себе. Это не очень хорошо. Говорите честно, что чувствуете, когда видите дурную привычку наставника. Надо продемонстрировать Карабаджин какую-то дурную привычку. Ты сможешь. Чтобы они почувствовали. Ну, пример какой-то привести, может быть. Из истории какой-нибудь. Ну, это тоже из этой серии все сразу раз и ясно. У нас все сразу ясно в этом случае. Видите? Кто гуру, этот гуру. Вот тут недостаток. Все, это не гуру. Все, вот это гуру. Опять же снисхождение. Нет, вы должны как подопечный что-то чувствовать. А вы сразу занимаете позицию высшей введения недостаток. Видите, что вы делаете? Это не согласно этикету. Значит, вы не занимаете положение младшего, получается. Сейчас вы не можете ответить на этот вопрос. Ну, так что вы чувствуете? Неполная картина. Это просто, ну как бы, ну, подчинение такое. Вы заставляете себя. Недостатки в характере. Может быть, он вспыльчивый. Может быть, он иногда говорит что-то, а потом извиняется часто, потому что в гневе может ошибиться. Но он поправляет это. Черта характера. Это тоже привычка, черта характера. Тоже привычка. Если не соответствует какому-то этикету, допустим, там тоже привычка. Что ты чувствуешь? За его должную привычку. Это супер. Еще выше позиция. Молодцы. Все выше и выше поднимаемся. Никак не может заменить положение ниже. О, какой противный. Это другая сторона, видите. Это тоже положение выше. Никто не может ответить на вопрос. Никто не заменяет положение младшего. Все либо равного, либо выше. Интересный момент. Так, некоторое разочарование могу чувствовать сначала. Подрыв даже из-за другой привычки. Тоже сурово. Опять положение выше. Это все положение выше или равного. Значит, наставников вы не воспринимаете того, кто старше. Значит, над вами старших нет. Вы на них смотрите как на равных. Это минимум. А когда они проявляют плохие качества, как на младших. Они туже становятся ниже. Так, что же происходит? Хорошо, хорошо. Это привычка. Дайвихи ешегуна маи. На него давит материальная природа. Он родился с таким характером. Он обусловлен. А другая сторона. Он привязан к гуне какой-то. Как? Что вы чувствуете? Что значит привязан к гуне? Что он живой еще? Вполне живой, нормальный человек. Например, он привязан к грехасткам. Он хороший, приедан и все. Но он привязан к грехасткам. Иногда видно, что ему деньги нужны. У него меркает в глазах. Что-то ему нужно. Хочется, чтобы его поддерживали дети. У него тоже голова болит об этом. И вы видите, что он привязан к семье, дому. Обусловлено. Что вы чувствуете? Осуждение. Судьи равные и старшие. И еще у Томатвикари. Сострадание можно посмотреть. Супер вообще. У нас картина. Приплыли мы с вами к наставничеству, конечно. Вот на вас так и будут смотреть. Учтите все. Как вы сейчас рассказываете. И в основном это аккаунт. Как вы вставите с Суперной Родкой. Это аккаунт. И здесь у нас есть интересные вещи, как мы уже, Деван Пробу распечатал. Как можем служить, например, социально не обеспеченным ващнавам, не обустроенным, да? Не обустроенным, да. Как можем служить старшим преданным, как можем служить молодежи, можем служить пожилым, больным ващнавам, как можем служить молодым семьям, можем служить многодетным семьям и одиноким родителям. Запомнили все? Как мы можем служить детям? Все, запомнили. Больше показывать не буду. А если написать, как мы можем сострадать? Или как мы можем оценить их? Но они же младшие. Там требуется ваша оценка, ваша личная оценка. И тем не менее, когда вы будете их лично оценивать, сострадать, осознавая их положение ниже, вы не должны думать, что вы выше. Вот в чем вопрос будет. Поэтому мы сейчас спрашиваем. Как вы относитесь к старшему, который привязан к гуне или находится под влиянием какой-то гуны? И сейчас выясняется, что все заменят сразу позицию старшего или равного в этом случае. Никто позицию младшего уже не сохраняет. Никто не сказал позицию служения. Но здесь же вы собираетесь служить тем, кто ниже. А почему к старшим не можете позицию служения? Когда видите недостатки. Сразу равный или старший, или судья. Почему так? Развиваем тему. Вы не новички. Говорите. Рада Кришна говорит. Да, это минус большой. Кишурима, не говори. Почему мы служим старшим по собственному усмотрению именно? Когда мы решаем служить, а когда решаем не служить. Или мы не знаем, как служить, когда видим недостаток. В чем вопрос? Или мы не хотим уже служить, когда видим недостаток? Да. Вот это уже лучше. Вот это уже лучше. Так. 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 Уже позиция какая-то служения. Так. Аминь. Когда я сталкивалась с теми, с теми, которое говорит, как по такам. Я была в Инстанте, то есть, всегда такой есть, и, когда я на Кристос сказал, «Клинито веки». Мне было такой, ну, кризиса не может, как если ты, так что, меня себя как думаете, что так. И как бы, ну я как-то, Какие дела у нас есть? Ну, на самом деле, если говорить честно по этому вопросу, . Старше для нас как раз Ачарья. Все, что бы он не делал, мы будем повторять. Даже дурные привычки можем повторять. Вот тут интересный момент. Я слышал одну вещь такую, на GBC однажды обсуждали тему шоколада. Потому что, что делать с этим? Какое решение принять? Потому что есть уже гуру, который ест шоколад, а который принципиально не ест шоколад. То есть, между ними уже возникает разногласие. И появляются, конечно же, ученики, которые говорят, этот гуру меня привлекает, как проповедник, но не ест шоколад. А этот не так его проповедь привлекает, но он ест шоколад. Кого же мне выбрать? То есть, наставников также выбирают в соответствии с природой. Если есть какой-то недостаток природным наставникам, у него будут соответствующие последователи с подобными недостатками. Будут разделять его природу. люди будут повторять за нами хорошие вещи и не очень хорошие вещи только. – Совершенно верно. И немаловажный фактор может быть материальный, психофизический. Наверное, Бхатистан Старасвати боролся с Майвадой. И он говорил, что Майваде нужно бить башмаками по голове. Это была его природа, ачарьи. Ученики так и делали. Хотя это не соответствовало этикету мирскому и башнавскому, так сказать, не соответствовало, чтобы бить кого-то на дискуссии башмаком по голове. Но он так говорил, ученики некоторые делали, потому что гуру дал это настроение. Такой пример. До этого никто этого не делал. Это ачарь сделал. Например, это просто пример того, как действует ачара. Мы знаем, что людей по голове башмаками бить нельзя. Но если есть ачарь, мы можем это сделать. Я сейчас не говорю, плохо это или хорошо, я просто продемонстрирую пример ачары. Даже я однажды попался на эту удочку. Я бил человека по голове на публичной лекции башмаком. Это ачарь, значит, все, что вы как наставники имеете плохое и хорошее, все могут повторять ваши последователи. Так, что дальше? А вот в этом вопрос, что с этим делать? Все так и думают. Вот, 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 вот. Это мой вопрос. Я ответ знаю. Такур Харидас. Да, сейчас будем разбираться. Такур Харидас. Спасибо. Я ответ знаю. Так, что у меня не просто дает начаться. Я так говорю. Я иду. Я иду. Я иду. Я, иду. Я, иду. Я, иду. Я иду. Я иду. Я, иду. Я иду. Продолжение следует... Так, это хорошо, что ты говоришь, что нужно быть ответственным к этим вещам, и все равно же недостатки будут. Что делать? О, Вишна. Но у нас-то есть. Вот мы обсуждаем, и вы не можете ответить на вопросы. Почему вы не можете ответить на простые вопросы? Если я скажу, что со страданием относится к младшему, вы скажете, да, вы так и скажете. А ты скажу к старшему, вы уже не понимаете этого. Также здесь, если я скажу, что настанет идеальный, должен будет, скажите да, а с недостатком вы уже не знаете, что делать. Как же вы будете применять это знамя? Вы должны знать, что делать. Недостатки есть у каждого, вы должны знать, что делать. И вы не можете сначала устранить все недостатки, а потом принять служение. Это невозможно. Наоборот, мы принимаем и очищаемся в процессе. Так что же делать? Ну, наставники попали сегодня. Ой-ой-ой. Такурка, ребят, хочешь сказать? Спасибо. Это вера называется. Я могу все равно верить наставника, понятно, но все равно я его качества могу перенимать. Как же быть-то? В чем же процесс тогда? Радхакришна? Практику постепенно, надеюсь, что все это уйдет. Я и хочу знать, как уйдет. Ну, допустим, мы поем, воспеваем, но полы же не становятся чистыми. Как это происходит технически? Мы сейчас обсуждаем, как это технически должно произойти. Понятно, что у кого-то сознание проясняется, он берет тряпку моет пол, он становится чистым. Кто-то. Мы видим, что механизм какой-то существует. Исполнение этого правила существует. А тут какое исполнение правил? Я, в принципе, согласен, что должно все очиститься. Как исполнить эту вещь? Мы должны знать. Итак, проблема, она отодвигается назад. А как же все это происходит? Покажите мне конкретно. Да, мы уже говорили, что доверие может быть, но все равно привычка это есть, недостаток существует. Я хочу понять, что это за милость, как она работает. Можно знать теоретически то, что вы сейчас говорите, но на практике мы не знаем, как это применить. Мы ждем милости все. Заметили? Ну так и будем ждать милости. Нужны же знания какие-то еще. Мы знаем общие вещи, что есть милость, что есть Кришна, есть Джива. Это все знают. В деталях не можем разобраться. А мы же говорим, что самое главное сейчас для наставника как раз быть проницательным в деталях. Общую философию знает любой неофит. А в деталях все запутываются. Мы пробуксовываем в этом вопросе. Старший, наставник, это его позиция, он знает, что имеет недостатки. Он даже может узнать, какие имеет недостатки. Он всегда будет надеяться, знаете эту вещь, это психология старшего, что его недостатки не воспримут. Удастся как-то их проконтролировать, чтобы подопечные не восприняли его недостаток, не унаследовали недостаток. Вот когда не наследует его недостаток, вот тогда он этому мучится, он исправляется. Вот тогда он исправляется на глазах у подопечных. Вот что он делает. Потому что они развиваются вместе. Потому что сейчас мы рассматриваем вопрос, рассматривали вопрос как наставника уже завершенная, как бы сказать совершенная, а подопечные то, что нужно исправлять. Исправляются тот и другой. Вот что нужно понять. И как технически, когда он видит, что подопечные наследуют его недостатки, вот тогда он исправляет эти недостатки. Как, допустим, родители, дети наследуют их качества, и плохие, и хорошие, но они не хотят, они исправляют себя тогда, глядя на детей. У них появляется вот эта самая ответственность, о которой мы говорим. Вот к чему нужно быть готовы. Мы вместе должны развиваться с подопечными, не просто развивать их, вместе с ними развиваться будем. Они могут пытаться наказать ребенка, но ребенок говорит, ну ты же так делаешь, но все, я тоже это не буду делать. Вот так происходит. Такая логика. Вот так это работает. Вот так это может сработать. То есть здесь важна позиция, как мы сказали, шишья. Вот она. Да, да, да. Ученик при всех обстоятельствах. А пока то, что мы рассматривали позиция, отклик идет старшего или равного во всех ситуациях. Гуру шишья. Гуру апхиман. Гуру апхиман. Вот он. Вот о чем в семинаре говорилось. А это шишья апхиман нам необходимо. И так же можно служить, вот эти все вещи делать в настроении гуру апхиман. В настроении превосходства, и я уверен, что это не будет развиваться тогда в этом настроении. Нужно сейчас занять позицию смиренную. А если служить, то служить надо. Никакого другого настроения к гуруна привязываться не надо. Так если чувствую независимое служение, я благодетель окружающий. Я опекун, я то, я сё, то есть это тоже гуна, я слуга Кришны. Джива служит другой дживе, развивая сознание Кришны свое и вместе. Вместе. Вот в чем цель. Цель общаться с этими людьми, как христиане говорят, да, что хочешь развивать духовное качество, иди к прокаженным там и служи им от всей души, и умри вместе с ним, если нужно. Там же. То есть они шли на такие вот подвиги, чтобы развить настоящее смирение, допустим, люди шли на такие риски. То есть видите, что у нас, в чем тормоз идет, у нас есть старший, есть младший, отношения складываются, потому что все смотрят друг на друга равно или свыше. Хотя внешний этикет мы понимаем, мы младшие, допустим, и старшие. Но внутри у нас есть свое представление об этом. Мы привязаны к определенной гуне. Это вот как бы сейчас о плохой стороне я говорю. Теперь о чем-нибудь хорошее надо говорить. вопрос. Вопросы? Вопросы? Это не квалифицированный наставник, значит. Неквалифицированный родитель. Никто не должен становиться родителем, наставником, гуру, царем, если он не квалифицирован. Если он не может подать пример и не имеет знания необходимых. Общая характеристика в Бхагалагите описывает, что процесс этот взаимоотношнерадостный, между гуру и учеником процесс радостный, трансцендентный. Хотя гуру выше, ученик ниже, но ученик не чувствует несчастья в этом. И гуру также не чувствует несчастья в этом. Потому что когда человек себя чувствует старшим или богатым, или властным, он чувствует возбуждение перед этими людьми, что он имеет возможность властвовать именно. Это некое возбуждение, когда мы получаем положение старшего, чувствует это возбуждение, это гуна. А когда мы чувствуем радость, это другое. Это хотя бы сад гуна. То есть отношения подопечные стали радостными, счастливыми. Пока у нас есть желание преобладать, невозможно это сделать процесс счастливым. Как? Благокартинка. Родители играют с детьми, и они счастливы. То есть суть в том, чтобы это счастье было, иначе как? Что за забота предных? Да, правильно, вместе, вместе развиваемся. Вот это правильно, вот хорошо. Вот оно. Так. У кого еще такой опыт есть? Есть такой опыт. Это возможность для наставника увидеть самого себя через обучение младшего. Больше познать себя. Вот. Так. Смотрите на это. Вот это примите всерьез, хорошо? Вот это нужно всерьез принять, вот это настроение. Запомнить надо его. Вот это ценность, на самом деле. Так, что там еще можно сказать? Где достаточно? Радость, 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 да. Редактор субтитров. Это очень ценные моменты. Это очень ценный момент. Также подопечным нужно дарить подарки. Выражать тепло. Не только обучать. Какие-то дары давать небольшие. Готовить просад для них иногда. В общем, это такая родительская бхава. Заботы. Это приносит много радости, понимаете? Это очень счастливый процесс. Естественное отношение. Но в сознании Кришны, вот и все. Вся разница. Все, стало легче. Правда же? Чтобы не было ничего искусственного. Гун, а это умственная платформа означает. Болото. Там нет основы какой-то, может быть, практической еще или твердой. Болото, вот видели такое? Ровное такое, спокойное место. Вообще незыблемое. Ничего не растет. Ничего не происходит. Ни рябь, ни волны. Вдруг видите такое, знаете, надувается что-то. Думаете, о, что-то сейчас произойдет. И так ждете, ждете. И опять ничего. Это умственная платформа. Через служение мы поддерживаем энтузиазм, обновление служения. Омственная платформа, это когда мы знаем что-то уже и можем как бы жонглировать этими понятиями. Это тоже интересно, тоже развивает как бы наши какие-то стороны. Но энтузиазм нас слабнет к этому. Просто платформа баба. Как говорят. Шла прапада ки-джая. Шла прапада ки-джая. Шла прапада ки-джая. Ходил такой ученик. Ки-джая ки-джая вокруг него. Прапада говорит. Ты бы хоть тапочки принес вообще? Даже я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю. И всем уже надоело, уже невозможно. Ну что-то сделай. Иди что-то делай. Встречи могут быть регулярными. Может быть не очень регулярными. Это зависит от отношений, как они развиваются. Иногда бывает, что наставник может дать наставление на полгода. Через полгода только подопечный придет за новым. Последовательно. А если это не происходит так, тогда он начинает нуру в нюма. А это что? А это что? А это как? Какая-то, какая-то, почемучка такой. Это постепенно нашу энергию забирает энтузиазм. То есть нужно приводить все к воплощению, какие-то вещи. Вот это сняв, в конце концов, мы должны что-то сделать. Радостное состояние. Когда мы делаем, что-то получается. Вот в чем радость. У нас у самих получается. Смотрите, мы слышали, мы знаем, теперь мы делаем. О, получается. У меня получается. Я могу стать преданным. А я могу стать наставником тоже? Да. Почему нет? А я могу так же мандру повторять, как вы, Прабхупа, запросил. Он когда увидел как Прабхупа Матру, повторяет, он говорит, а я так вообще когда-нибудь смогу. Прабхупа ходил, несколько ошибок, но сказал, почему нет, только время займет какое-то. О, здорово, я буду повторять, Матру. Что-то получается, должно получаться. Если это служение не приносит радости, это не будет важным служением. Вот представьте, вы лежите, болеете, и к вам приходит наставник, ну, просто преданник, который хочет вам послужить. Скажите, от кого можете принять такую помощь, от кого не можете принять такую помощь? Кому-то вы скажете, нет, не надо, все нормально, у меня я справляюсь. Кому-то скажете, о, приходи, приходи, пожалуйста, я тебя жду. Ну, и тот и другой может хорошо служить, там, что сделать, в магазин сходить, на полы помыть и так далее. Тем не менее, почему, какие факторы здесь решающие? Вот, в этом состоянии мотивы хорошо чувствуются, верно же? Сильно обостряется этот момент. Ну, все, что я хотел сказать сегодня, извиняюсь, что я расстроил. Теперь что-то позитивное скажешь, дай вам, я думаю, всех вдохновит. Спасибо. 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 Спасибо.